Господи, Христос истинный Бог наш в молитве и причислийся в Матери и всех святых, помилуй и спасет нас, якоблак и человеку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С праздником, друзья мои! И апостол Иоанн Богослов на закате дней своих, а прожил он очень долгую жизнь, вспоминал события своей юности и записывал самое драгоценное на страницах Евангелия. И вот он рассказывает о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим, как он сел на осленка, как его встречали дети, как его прославил народ, как его все хотели видеть. Внезапно он всем понадобился. И апостол Иоанн, уже пожилой человек, говорит, мы тогда не поняли, что происходило. Ведь потом, когда сопоставили все факты, оказывается, об этом было сказано у пророка Захарии, а о другом было сказано у пророка Исаии. И у апостола Иоанна Богослова, не только у него, но и в других Евангелиях есть такой мотив, который нас иногда смущает, потому что апостолы честно говорят, что они вели себя не всегда соответственно моменту, не всегда оказывались на высоте, задавали абсолютно глупые вопросы. Вот идет Господь воскрешать Лазаря, и один из апостолов говорит, пойдем, и мы умрем с ним. То апостол Филипп скажет какую-то нелепую фразу, то апостол Петр. То есть видно было, что люди, которые были рядом с Господом, не очень-то его и понимали. И, скорее всего, шли за ним не по повелению разума, разума, не выстроив какую-то достаточно убедительную теорию, а по порыву сердца шли. Как, собственно, об этом и говорится в том же Евангелии Таана, когда Господь, напугав всех таинственной, загадочной и вызывающей проповеди о хлебе жизни, то есть предсказывая богословие Евхаристии, увидел, как от него просто шарахаются, разбегаются люди, которые не принимают такого странного богословия, такой странной мысли. И он обращается и к апостолу Петру, и к двенадцати ученикам говорит, может, и вы тоже пойдете. Не стал он их отговаривать, не стал говорить, что вы меня неправильно поняли. Дело вот в чем, я хочу привести вам другие аргументы. Нет, он говорит, вы тоже хотите пойти? Идите. И апостол Петр говорит, наставник, ну куда нам идти? У тебя глаголы жизни вечны. Они не понимали, что они говорят, они не понимали, что Христос говорит. Они просто сердцем чувствовали, что правда здесь. И когда Господь говорит, я есть путь, истина и жизнь, они это понимали больше сердцем и кожей, ногами своими, причистыми стопочками своими, которые шли за Господом, нежели умом. И мы с вами сегодня тоже с вербочками, с цветочками, есть даже товарищи, которые привезли импортные пальмы, где-то наломали, и украсили какими-то роскошными цветами, иноземными. И мы пришли Господа прославить в Храм Божий. А поймай каждого из нас, отведи в сторонку и задай конкретный вопрос. Зачем? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Мы, скорее всего, испугаемся, растеряемся. Кто-то вспомнит какие-то фразы, цитаты, но до конца мы тоже не понимаем, потому что мы идем за Господом по велению сердца. Мы чувствуем, что правда здесь, что истина здесь, самая последняя истина, которой мир стоит. Она здесь. И непонимаем мы не только потому, потому что мы такие непросвещенные, что, собственно, и правда, никто спорить не будет. И, может быть, и способности у нас интеллектуальные тоже не самые выдающиеся. Но есть еще один мотив, хорошо понятный нам на пределе честности. Нас пугает та правда, о которой нам Господь говорит. Потому что мы приветствуем Господа в Его победном шествии на крест. Господь идет на крест, на страшную муку, на страдание. И другого пути к прославлению, к победе над смертью нет. Только через крест, только через муки, через бессонницу, через издевательство, через предательство самых ближайших учеников. И, в конце концов, через унизительную смерть и погребение чужими руками в чужом гробу, как изгоя самого ненавистного и самого лишнего человека на земле. А другого пути нет. И осмыслить этот путь, до конца его продумать, даже просто продумать и пройти с Господом, это очень тяжело. Это пугает. И поэтому мы просто держимся за наши вербочки, как за утешение. Господи, невыносимо пройти с Тобой этот путь. Это нам не по силам. Созерцать Пасху крестную и созерцать Пасху воскресенья, то есть то, в чем собственно и состоит суть Страстной Седмицы и Светлой Седмицы. Не по силам нам, не по нашим природным способностям, и в конце концов, просто по-человечески. Это очень большой подвиг, который даже апостол не смогли вынести, ведь мы помним с вами, как Господь после Тайной Вечери, когда Он пригласил учеников помолиться с Ним в Гефсимании, зная, что с минуты на минуту вот уже приближаются, Он уже слышит топот, слышит поступь этой стражи храмовой, которая идет его арестовывать. у Него пот кровавый выступает, потому что Он человек, Он Бог воплощенный, но Он тоже человек, Ему страшно, и Он говорит апостолам, побудьте со мной, по-человечески, очень важно, чтобы с тобой кто-то был в трудную минуту. Даже говорят, что если ты, может быть, и не религиозный человек, но у тебя умирает близкий друг, мама или брат, просто посиди рядом, потому что это очень страшно. За руку подержи человека, который отходит, умирает. Потому что умирание – это предел одиночества, самый последний предел, который не может человек выдержать. Ему очень важно хоть кого-то рядом дыхание услышать, почувствовать, прикосновение хотя бы. И вот Господь их просит, побудьте со мной. Он становится на колени, молится, поворачивается, они дрыхнут, потому что такие насыщенные были дни, столько впечатлений, они просто все свалились. И он говорит, ну неужели вы хоть немножко… Да, Господи, апостол Петр открывает глаза и еле пытается как-то, знаете, проморгаться, говорит, да, Господи, мы рядом, мы здесь, только отворачивается, Господь опять молится, опять упали все под эти кусты, потому что восточная ночь при ярком сечении звезд на свежем воздухе под роскошными оливами вырубает человека напрочь. Тяжело, тяжело остаться с Господом, тяжело этот крестный путь пройти с Ним даже мыслью. И мы сейчас в начале этого крестного пути и от нас Господь тоже ждет, чтобы мы хотя бы чуть-чуть потрудились. Мы в начале Страстной Седмицы и мы схватились за наши вербочки, чтобы хоть как-то взбодриться, чтобы прийти в себя, чтобы нам Господь дал сил тоже с Ним пройти, укрепиться в этом пути крестном, который мы будем созерцать каждый день Страстной Седмицы. У него у каждого дня свой смысл, свои события, евангельские события, которые, на которые будут отмечены в богослужении. Поэтому люди по-настоящему церковные, боятся, им даже страшно подумать, что они пропустят какое-то из этих важных богослужений. Они пропустят, пропустят пение «Черток твой вижду», пропустят пение «Се жених грядет в полунощи». А это будет звучать вот сейчас по вечерам Страстной Седмицы. Не дай Бог, мы пропустим в четверг чисто, не дай Бог, мы пропустим чтение 12 Евангелий, которое в четверг вечером будет читаться. А вы на сплощанице. Это нельзя пропустить. Может быть, я боюсь понимать. Бывают минуты, когда страшно понять. Ты уже понял, но тебе страшно то, что ты понял. Страстная Седмица, она такая. Она невыносимая. Она очень сложная. Но это осевое время всего нашего христианского бытия. Мы все время снова и снова к Нему возвращаемся. Мы мимо Него не можем пройти. И поэтому так важно сейчас укрепиться, чтобы на Страстной Седмице и на Светлой Седмице позволить себе быть рядом с Господом хотя бы чуть-чуть. Хотя бы, пускай, несколько часов. Пусть Господь укрепит нас, поддержит. А когда надо, может быть, этими веточками, вербочками отхлешит нас, скажет, шаготы, сколько можно спать уже. Как моя бабушка говорила, просыпайся, Царство Небесное проспишь. Царство Небесное проспишь. Вот нам важно не проспать Царство Небесное в эти святые, священные дни Страстной Седмице. Аминь. Наши девочки подготовили благотворительную ярмарку. Вот сейчас вот вы будете выходить торжественно. Обратите внимание, там есть на что посмотреть. И сейчас выходите из храма, выстраивайтесь вокруг с вашими вербочками и отец, наш выдающийся героический схимник, отец Сергий, выйдет в вас, окатит святой водой беспощадно, только на здоровье. Склоните ваши головы. Благословение Господне на вас такую благодать вечерю и любви всегда ныне и пресно и великий веков Бога. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...